Чиновники не растут на деревьях. Это огромная глупость, что до сих пор закон иллюстрации не отменен. То есть закон иллюстрации, ну я думаю, что Порошенко надо было иллюстрировать в два раза быстрее, чем Янукович. Когда-то об этом сказал Зеленский перед выборами. Он говорил об этом перед выборами, но, к сожалению, ничего не сделал. А чиновник, на самом деле, если вот вспомнить, как это было раньше, нельзя было попасть в Кабмин, занять пост министра или тем более премьер-министра, катаясь на самокате. То есть надо было пройти определенную лестницу иерархии, побывать на каждой должности для того, чтобы получить опыт. Вы не можете эффективно управлять, если не понимаете, как работает система, как распределяются ваши команды, как они контролируются и на что на самом деле способен тот, кому ты эту команду отдаешь. Но это любой руководитель знает. К сожалению, сейчас люди не имеют ни аппаратного опыта, и мы пожинаем эти плоды. Я, к сожалению, думаю, что и уже, наверное, отмена закона и иллюстрации не сильно многое изменит. Поскольку люди, которые раньше дорожили госслужбой, надеялись на какие-то соцпакеты, повышенную пенсию, глотнув в воздух свободы со своим опытом, найдя себе применение в мирной жизни, назад уже на госслужбу не вернутся. Так же, как они вернутся в правоохранительную систему. Я со многими разговариваю и говорю, ну вот при таких бы условиях ты бы вернулся, многие говорят нет. Руководители говорят, потому что нет уже среднего звена, потому что аттестации, всеми комиссиями по доброчестности вычищены абсолютно все пригодны. Профанство не может быть на местах в данном случае. То есть если профанство где-то на центральном уровне прощается профессионализмом внизу, не прощается, а прикрывается. Или прикрывается, да, вы правильно сказали. То здесь, когда и внизу профанство, то это же крах, крах государственности. Смотрите, у нас вымирают села по-хорошему. И сейчас политика направлена, чтобы зачистить сельскую местность перед продажей земли транснациональным корпорациям. Делается это аккуратно, да, уничтожаются очаги культуры, образования, медицинские учреждения, чтобы люди не держались сельской местности и увеличивали агломерацию городов. В городах есть исполкомы, нет назначаемой исполнительной вертикали власти, да. У нас как устроенная власть? Президент, глава администрации области, глава района. Они, вот это исполнительная вертикаль. А представительская, да, часть, это то, кого мы избираем, что-то принимают, но все решения осуществляют администрации. В городах существуют свои исполкомы. Там еще сохранился вот этот островок стабильности, который прикрывает непрофессионализм власти. Поэтому, я считаю, должна быть полная децентрализация. К сожалению, все институты власти в Украине деградируют. И украинцы своим выбором, да, вот этих новых лиц, замечательных зеленых ребят, легитимизируют развал государственности как таковой. Потому что если развалена правоохранительная система, мы это наблюдаем, да, развалена там служба безопасности Украины, прокуратура сейчас этими тестами, по сути, зачислила людей, которые могли бороться с преступностью, стоять на охране законопорядком в нашей стране. И Рябошапка, и Венедиктовой. Ведь первая задача Венедиктовой была отменить эту тупую аттестацию. Позволить вернуть в правоохранительную систему, да, и в систему прокуратуры профессиональные кадры.